Азербайджан Еще общенациональный лидер Азербайджана говорил, что в переводе означает «два государства, один народ». Один мой друг дал мне почитать роман, и там я увидел слово «узай». И дома я спросил своего десятилетнего внука, что значит слово «узай». Он сразу же ответил, что это космос. Я посмотрел в словаре, перевод был верный – космос. Поинтересовался у внука, откуда ты знаешь значение этого слова? Он ответил, что слышал это слово в турецком мультфильме. Мы понимаем друг друга без перевода. Эта психология, лимба психологии наших народов, она сливается на их телевидении, в их фильмах, и также в наших фильмах, в наших произведениях, в прессе. Азербайджанский язык прошел долгий путь развития. Древний период охватывает примерно XIII-XVII века, а новый следует после XVII столетия. Тенденция создания азербайджанского литературного языка больше опирается на традицию османского, нынешнего турецкого и древнего азербайджанского языков. Это проявляет себя в произведениях многих писателей и просветителей. Азербайджанский литературный язык почти не отличается от традиционного турецкого литературного языка. Одним из важных событий нового периода современного этапа азербайджанского литературного языка стало приобретение им государственного статуса. 27 июня 1918 года правительство Азербайджанской демократической республики объявило азербайджанский язык, называемый тогда турецким, государственным. В советский период азербайджанский язык, как государственный, был закреплен в Конституции 1978 года Азербайджанская ССР. А спустя 17 лет, в 1995 году, его на всенародном референдуме вновь объявили государственным, но уже в независимом Азербайджане. Азербайджанский и турецкий языки не просто схожи. У них общая история и отличий практически нет. Об этом на конференции, посвященной теме языкового фактора в азербайджано-турецких отношениях, сказал директор Центра турецкой культуры Юнус Эмре в Баку Али Джора. По его словам, если сегодня в языковом аспекте двух народов и присутствуют изменения, то в былые времена их и вовсе не было. Мы стараемся показать всем, какие у нас с Азербайджаном в языковом плане высокие отношения. Когда в Турции мы говорим с бабушкой или дедушкой, мы понимаем эти слова, и они совпадают с азербайджанским языком. Это свидетельствует о том, что с каждым годом происходят новшества в языковом аспекте. Оглянувшись назад, мы прекрасно видим, что разницы между азербайджанским и турецким языками не было. Группа специалистов продолжает работу над созданием единого тюркского языка. Ежегодно учёные-языковеды проводят встречи в Азербайджане, Турции и Казахстане. Они отмечают, что в тюркском языке много общих слов. Однако есть и те, которые нарушают общность. В основном это заимствованные слова французского, русского и немецкого происхождения, попавшие в языки за последние 150 лет. Создание единого тюркского языка не говорит о создании нового языка. Смысл таков. Учёные, специалисты, государственные деятели тюркоязычных государств в ходе встреч не будут говорить на иностранном, английском и русском языках. Каждый будет использовать при общении родной язык. Михри Банка, Сумова, Руфат Олегперов, CBC.